И кто сказал, что видеоролик не позитивный? Он вполне себе позитивный. Там, где дети, детский смех – это всегда позитив. Но я не вижу в этой семье особой нужды. А так хочется в конце концов уже увидеть настоящие добрые дела там, где ждут помощи. Всем огромный-преогромный привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребята, ну что, у нас видеоролик – рубрика по комментариям. И мы с вами обсуждаем комментарии на канале Доброе Дело. И, знаете, почитав все комментарии там, большинство комментариев – это просто одни хвалебные оды. И все пишут, насколько позитивный ролик, какие молодцы ребята. И, наконец-то, начались позитивные видеоролики. И, наконец-то, они начали делать добрые дела. Знаете, я хочу сказать, что никто, в общем-то, и не говорил, что видеоролик не позитивный. Для меня он тоже вполне позитивный. Но только вот видеоролики у них в последнее время как-то не соответствуют названию канала. Мы все ждём каких-то добрых дел на канале Доброе Дело. Канал же и называется громко Доброе Дело. Но мы никак не можем дождаться. Мы не можем достучаться до мальчиков, что есть люди, которым они могут помочь. Есть. И они к ним ездили. Это Дом Милосердия. Вот где нужна помощь. И там, где женщины, и женщина одна очень тяжёлая. И там помощь нужна и углём, и медикаментами, пелёнки, памперсы. Ну, нужно всё там. Также там, где мужчина с проблемами, со зрением, там тоже нужна помощь. Почему они нам показывают семьи, где, в общем-то, и не особо нужна помощь? Я ничего не хочу сказать про эту семью, которую нам показали, в которой семеро детей. Но мне кажется, что если у них есть своя машина, и они собирались на ней ехать, на этой машине, просто там что-то она у них задымила, то их машина, я думаю, что ест гораздо больше топлива, нежели машина Игоря. И я думаю, что они собирались же ехать на своей машине, ежели бы она работала. Почему тогда они якобы не заправили Игоря, и не сказали Игорь, вот мы тебе заправляем топливо, и ты нас завезёшь, и не обязательно были эти съёмки. Но почему-то нам решили показать такую историю. Поэтому я и говорю, что я не вижу особой ситуации, что нужны средства. Да, в комментариях много писали о том, что семья вполне себе достаточная, у них два телевизора, и я уже говорила об этом. Ну, знаете, сейчас телевизоры, это не является какой-то роскошью и показателем дохода в семье. Телевизоры, да, есть там много детей, они смотрят кто-то мультики, кто-то там ещё что-то. И как это, чтобы в доме не было телевизора? Ну, у каждого, по-моему, есть телевизор, и это сейчас не роскошь. Я не увидела там прям таких прям очень-очень роскошных условий обычная семья. Но, опять же, они не особо-то и нуждались. Им просто нужны были транспортные услуги. И мне кажется, что показывать на канале такие добрые дела, ну, как-то не особо интересно. Но раз у них зрители аплодируют стоя, то, значит, наверное, дальше будут продолжать показывать эту семью. Мальчики же у нас обычно всегда делают так. Если зрители хвалят их и поют хвалебные оды, то они будут и дальше показывать то, что нравится зрителям. И, опять же, у меня и на канале Доброе Дело слишком много появляется вопросительных комментариев относительно, куда пропал Андрей. Ребят, я на самом деле не знаю, куда пропал Андрей. Это надо задавать вопросы Игорю, Диме, потому что мы не такие тонкости, неизвестны. И, знаете, у меня мысли разные возникают. Ну, возникали мысли относительно того, что, может быть, правда, поехал куда-то отдыхать, но как-то слишком долго он отдыхает. И другие мысли возникали относительно здоровья. Но дай Бог ему крепкого здоровья, чтобы ничего не случилось, и всё было хорошо. Я никогда никому не желаю зла и чего-то плохого. Но слишком как-то вот странно, что вот так вот долго отсутствует их главнокомандующий. Ну, он же всегда якобы за такого главаря их канала. Поэтому, ребят, не знаю, не знаю, спрашивать нужно у мальчиков. Ну, в общем, зрителям видео зашло, они остались довольны. А мы с вами всё ждём, когда же нам покажут людей, которые действительно нуждаются в помощи. Я уверена, что в Прокопьевске полно таких людей, полно таких семей, но, возможно, не хотят они сниматься в видеороликах, потому что город не такой уж большой. И читают комментарии, смотрят видеоролики и, видимо, понимают, что такое YouTube-канал и что такое помощь от мальчиков. Ну, и, возможно, Слава с Бабой Галей пролетела по городу. И поэтому все, кто даже нуждаются, возможно, даже и та женщина, которая знакомая вот этих вот жителей дома Бабы Лили, она тоже не захотела сниматься, но помощь ей нужна, и памперсы ей передали без съёмок. Хотя, возможно, и покажут. Но я уверена, что немощных, больных, людей, которые в болезни, деток, которые нуждаются в помощи, в Прокопьевске полным-полном, мальчикам они невыгодны. И им проще помогать знакомым, друзьям, там, где есть и там, и там выгода. Ребят, жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, понимания. Ну, и, конечно же, здоровья, здоровья, и ещё раз здоровья. Берегите себя и своих близких. Обнимаю вас сердцем и душой. Всем пока!